Святитель Иоанн Златоуст, толкованный на Святой Евангелие от Матфея, беседа 9. Можно бы положить его в хранилище небесное. Ты поступаешь в этом случае подобно тому земледельцу, который взял пшеницу, вместо того, чтобы посеять её на плодоносном поле, бросает в озеро, отчего и сам не получает никакой пользы, и пшеница, испортившись, пропадает. И чем обыкновенно оправдываются люди, когда мы так обличаем их, то немало утешает нас. Говорят они, что мы уверены в безопасности всего скрытого у нас. Но и не быть уверен, что есть сокрытое сокровище, так же утешительно. Положим, что ты не боишься голода, но ради такого хранилища ты необходимо должен бояться других, тягчащих бедствий, смерти, вражды, наветов. Да и в случае голода народ, им понуждаемый, поднимет руку на дом твой. Вернее же сказать, поступая таким образом, ты сам же причиняешь и голод городам, и чисто, уготовишь своему дому опасность страшнее голода. И не знаю, умирал ли кто вдруг от голода, потому что против этого зла можно придумать много всякого рода средств. Но за деньги, за богатство и за подобные вещи много могу представить убийцах и тайны явно. Множеством таких примеров наполнены дороги, судебные места и торжища. Да что я говорю о дорогах, судебных местах и торжищах? Посмотри. Самое море наполнено кровью. Тираническая власть в любостяжении не только на земле распространила свою державу, но и на море свирепствует с редким нистовством. Один плывет за золотом, другого умиршляют за него же. Одного эта мучительная страсть делает купцом, другого – человек – убийцей. Итак, на что всего менее можно полагаться, как не на богатство? Когда из-за него нужно скитаться, подвергаться опасности и самой смерти? Но кто помилует обаянника змием усекненно? Сирах 12-13. По слову Писания. Зная жестокость тиранства, надлежало бы убегать рабство и истреблять пагубную любовь. Но скажешь, возможно ли это? Возможно, если только водворишь в себе другую любовь, любовь к небесам, кто желает Царства Небесного, тот смеется над крестолюбием. Раб Христов не будет рабом богатства, но его властелином. Богатство обыкновенно само ищет того, кто его убегает, и убегает того, кто его ищет. Не столько чтит ищущего его, сколько презирающего. Ни над кем так не издевается, как над своими искателями. И не только издевается над ними, но и опутывает их бесчисленными узами. Итак, освободимся хотя теперь от этих пагубных цепей. Зачем прорвачать разумную душу неразумному веществу, матери бесчисленных зол? Но не смешно ли? Мы спорим против него словами, оно спорит против нас делами, водит нас повсюду и к нашу бесславию, спорит с нами, как с невольниками и непотребными рабами. Что постыднее и бесчестнее этого? Если мы не преодолеваем вещества бесчувственного, то как же будем преодолевать силы бестелесные? Если не презираем низкое вещество и презренные камни, то как покорим себе начало и власти? Как будем упражняться в целомудрии? Если и блеск серебра поражает нас, то как сможем презреть красоту лица? Есть люди, которые до того преданы этой тиранической власти, что самый вид золота производят над ними особенные действия. Они по шутке говорят, что и для глаз полезно смотреть на золотую монету. Но не шути так, человек. Поясни, ничто так не вредит и телесным и душевным очам, как эта страсть. Пагубная любовь эта погасила светильники неразумных дев и лишила их брачного чертога. Взгляд на золото, по словам твоим, полезный для глаз, не позволил несчастному Иуде вынять глаз у Господа, и еще довел до того, что надавился. Расторгся посредине и, наконец, низвергся в гиену. Итак, что может быть беззаконнее этого взгляда? Что за ужаснее? Не о веществе денег говорю я, но о безмерной и необузданной к ним страсти. Она-то по каплям проливает кровь человеческую, имеет смертубийственный вид. «Всякого зверя лютея, так как и падших терзает, и что еще хуже не дает и чувствовать этих терзаний. Одержимым этой страстью надлежало бы простирать руки к мимоходящим и взывать о помощи, а не еще благодаря за эти мучения. Что может быть злосчастнее?» Итак, размышляя об этом, будем убегать от этой нестельной болезни, будем врачевать ее угрызение и подальше уклоняться от таковой язвы, чтобы и здешнюю жизнь провести безопасно и спокойно, и будущее наследовать сокровища, которых и расподобимся все мы по благодати и человеку любви Господа, нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава и честь, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь.